итак ребята всем привет сегодня у нас будет видео по просьбам желающих недавно у меня был стрим где я чистил именно монеты при помощи электролиза хочу вам сегодня его немножко показать и рассказать как собрать такой прибор потому что новые новички которые приходят в это дело сталкиваются с такими проблемами как почистить монетки и хочу сказать что есть такой способ очень очень древний но он эффективный тем что монеты он чистит очень очень хорошо если монета убитая то к сожалению монета и останется убитой потому что это средство умывает грязь из всех пор которые находятся в монете тем самым монета будет увеличена полностью а метод рабочий и безопасный под действием электрического тока происходит преобразование химических соединений воды h2o и поваренные соли хлорида натрия в результате емкости образуется слабый раствор щелочи гидрооксида натрия а эти бурляющие пузыри на поверхности на самом деле хлор и водород так что беспокоиться нечего за свои находки монета повторюсь если убита она и останется средства монеты не убивает это однозначно вот можете даже пообщаться со специалистами что электролиз монеты не убивает если монета изначально была плохого сохранщика то все недостатки монеты уберутся и будет все видно то что монета испорчены вот может быть кто-то так и вот и думать что метод убивают но нет ребят я хочу вас разубедить что монета становится после чистки абсолютно чистая вот метод не агрессивный просто через монету проходит электричество и все грязь естественно вылазить наружу вот в общем покажу конструкцию как он из себя представляет ничего сложного все наглядно покажу ну и заодно и выполню одну просьбу одной девушки которая попросила показать как собрать такой прибор в домашних условиях и какой будет результат именно с той монетой которую она хочет почистить монетку не дорогая и не хочет она и ее испортить ну для того чтобы не испортить я и именно продемонстрирую этот метод стоит ли ей попробовать или же пусть монета будет с такими же болячками так что все вступление есть рассказал какой у нас сегодня будет видосик запилена какую тему так что все все приступаю и показываю разъясняю итак ребята для метода электроиза необходимо именно блок питания блок питания должен быть трансформаторный телефонные зарядки к сожалению не подойдут откуда такие приборы взять они продаются в легко в продаже трансформаторный блок питания иногда бывает с реле переключением вольтажа а также полярности в данном случае у меня старенький от советского фиг знает чего я его сам сконструировал как вы видите провода сделал отдельно то есть это не родные в общем блок питания это самое главное чтобы был не больше 9 вольт следующее что нужно сделать я вот нарастил к нему отдельная провода это делается для того что если вы будете часто использовать вот этот основной провод будет с каждым разом все короче и короче потому что провода подгорают вот и я сделал просто вот такие выносные провода и на обоих концах я сделал вот такие вот на плюсе у меня получается скрепка на другом конце будут у нас вставляться просто напросто обычный гвоздь можно использовать обычный металлический предмет именно железные цветные металлы как бы к этому средству методу чистки не подходит на плюсовой у нас уже пойдет монета вот так вот скрепочку будет вставляться и будет проходить через монету электричество следующее что нужно это конечно же емкость который будет помещаться жидкость вот такую емкость я использую зачастую банки вот но последнее время я использую обычно емку в банке у нас уже готовая жидкость жидкость ничего сложного нет обычная вода на 05 где-то примерно полторы две столовых ложки с обычной а поваренной соли заливаем и уже все готово сейчас я вам все это продемонстрирую этот метод я по просьбе желающим показываю как он из себя представляет обычный блок питания и два конца плюс и минус плюс у нас уходит на монету минус уходит на стальной гвоздь все сейчас я вам покажу его в деле как он чистит монеты ну и все давайте приступим берем жидкость заливаем ее нашу баночку баночку я использую наглядно чтобы было хорошо видно на камеру вот готовы у нас емкость берем минусовой провод это у нас гвоздь хорошенечко его скручиваем вот чтобы было хорошее прилегание ее погружаем минусовой воду я прищепкой скрепляю чтобы не было соприкосновения плюса-минуса и по просьбе одной девушки которая у меня просила сказала я вот хочу почистить буду чистить именно монету а три копеечки чтобы на ней были болячки потому что у ней монетка есть очень дорогая она боится ее испортить и я вот именно этот метод хочу продемонстрировать именно ей потому что сохран монеты такой же как и у нее вот но год у нее интересный и вот такие вот болячки болячки такие же как у нее контакт плюсовой на монету вот и погружаю тоже в наш раствор все все лежит все нормально и теперь включаем в сеть как вы видите сразу процесс пошел на монете то есть все у нас работает в порядке плюс на монете и минус на гвоздики как вы видите процесс идет быстренько и монеты как бы уже бурлит вовсю так как сейчас подому камеру немножечко приближу это я все делаю именно для этой девушки как у ней должно быть то же самое то есть поэтому видосу она вам наверно если понравится результат она конечно же его и почистит я думаю ничего сложного в этой конструкции нет вот вы не бойтесь ничего током вас не ударит ничего не произойдет если все делать именно так как я показываю на видео минусовой провод на железо плюсовой идет на монету если вы перепутаете будет все наоборот будет бурление идти с гвоздя и все будет прилипать на монету то есть монета будет наоборот не чистится а загрязняться то есть на нее будут все ошметки налетать и монеты будет темнеть чернеть и в общем коросты новые появится сколько мы будем держать ну по мере возможности чистки все зависит от состава вода и соль в каких пропорциях естественно не нужно преувеличивать не переборщите с солью нужно как-то иметь какую-то планочку вот на 0 5 полторы две столовых ложки не больше если меньше будет процесс медленней вот так что видите мать цвет жидкости у нас чернеет темнеет монета пока у нас выглядит ничего интересного особо вот можно даже вытащить видите монета у нас немножко потемнела вот но если пальцем я проведу она в этом месте будет чистенько это все в порядке вещей ребят выдерживаем наверное 10 минут и посмотрим на результат рекомендовать этот метод вам всем и конкретной этой девушки или же все-таки забросить на далекий угол я как бы его забросил потому что на очистку данным средством очень много уходит времени на одну монету уйдет 10 15 20 а то и 30 минут вот а за это время обычным преобразователем ржавчины я чищу и 20 и 30 монет все зависит от желания так что ладно включусь немножко чуть позже и так ребята вот такая вот у нас жидкость уже буквально через пять минут как мы забросили монету и давайте сейчас я все это дело выключил монету я почищу при помощи воды и щеточки и посмотрим на результат какой у нас получился выключаем прибор я думаю что за раз она стопудово не отвалится выключили достаем монетку монетка на первый взгляд выглядит вот так вот такая знаете гадость неприятно некрасивая вот ошметки какие-то на ней сейчас я при помощи щеточки и и помою и вам покажу итак ребят подведем итог монетку я почистил при помощи чистящего средства вот можно использовать и кажется соды я использую пимолюкс монета получилась у нас вот такая вот то есть красного пятна и образование на них никаких нету монета в принципе почистилась без какого-либо налета каких-либо пятен но там где у нас были болячки зеленые естественно нас появились небольшие раковины так что если монеты изначально у нас очень плохого сохранщика имеются какие-то болячки вот появится у нас раковины это однозначно в 98 процентах но монета чистится нормально бодренькая вот даже если не использовать пимолюкс то на ней даже остается родная как бы такая знаете патинка если использовать обычный там какой-нибудь моющее средство и при помощи губки все это затирать вот такая вот монета у нас получилось именно после чистки вот этим вот электролизом вот такой-то результат ну на этом наверно сейчас я буду заканчивать подведу итоги пообщаюсь и так ребят подведем итоги закончили коротенький видосик в принципе средство как вы видели работает и монета чистится но к сожалению еще раз хочу повторить если монета изначально убитая средство это не отреставрирует шикарно не сделает из нее конфетку если монетка была изначально какашкой вот так что средство чистит работает получился у нас вот такой монеток который был изначально в болячках и подобрал именно такой сохран монеты как у нас девушка которая обращалась помоги подскажи и разъясни ну в общем я в принципе показал и разъяснил что если монета изначально имеет плохой внешний вид и на ней есть болячки это средство уберет эти болячки но на месте этих болячек появятся у нас раковинки так что от этого никуда не деться вот если монета очень дорогая то обратитесь к специалисту и вам специалист разъяснит что с ней сделать такого интересной либо ее продать в таком же виде который она есть или же оставить для себя попробовать на этом и все ребят закончу видос связано с электролизом я им очень редко пользуюсь вот потому что он очень долгий очень нудный тем что за 20-30 минут вы почистите всего-навсего одну монету я же пользуюсь как вы уже наверное догадались я пользуюсь преобразователем ржавчины основанный на ортофосорной кислоте и за эти 20 минут я могу почистить 50 и даже 100 монет так что от электролиза к сожалению я уже ушел так что мотайте на ус но метод хороший работает монеты не краснеют ничего с ними не происходит просто вымывается из нее вся грязь так что на этом и все всем пока и выбирайте правильное средство для чистки монет удачи и и и Субтитры создавал DimaTorzok